Трактором по детским площадкам сравнять с землей, чтобы на этом месте через считанные недели увидеть современное оборудование для занятий спортом. Районная программа «Школьный двор» набирает обороты, как хороший спортсмен. Только-только открыли объект у ВХТЛ, а это полноценное, то есть огромное футбольное поле, тренажеры, беговая дорожка. И вот уже у гимназии и у шестой школы от глаз не скрыть бурную деятельность строителей. Первые три объекта в полном объеме должны заработать уже в этом сезоне. Надежд на них возложено много. У нас очень много спортивных секций по футболу. И с учетом плановой реконструкции существующего нашего большого стадиона «Металлург», мы как раз-таки это все саккумулируем и распределим по тем спортивным площадкам. Тем самым снимем не просто даже социальную напряженность, а оставим то развитие наших детей в области спорта. Даешь развитие физической культуры слава нормам ГТО. Олимпийский ветер 2014 года навеял много перемен. Застройщик, который сегодня работает на возводимых объектах, утверждает, от заказчиков нет отбоя. Мода на спорт повсеместно. Очень много федеральных программ и местных программ открылось в рамках реализации и реконструкции школьных стадионов. Поэтому каждый год таких стадионов строится все больше, больше и больше. И каждый район Московской области принимает все больше и больше решений в плане реализации и участия в данных программах. Директора школ не нарадуются. Конечно, везде были так называемые спортплощадки. Но выглядели они плачевно. На месте демонтированных полей строители снимают более полуметра земли для укладки нескольких слоев дренажа. Все по-настоящему. У каждой школы индивидуальный проект в зависимости от предлагаемой территории. У нас, конечно, по сравнению с ВХТЛ поле немножко поменьше. Но зато у нас других, типа баскетбольной площадки, вольтбольной, которых у них нет, а у нас они будут. К слову, новыми площадками у гимназии по традиции будут пользоваться и ученики седьмой школы. Разумеется, все интересуются о широкой доступности объектов. Ждут, и жители, и родители подходят. Именно родители подходят и говорят, а сможем ли мы пользоваться этим? Я им говорю, конечно, да. Конечно, да. После уроков и до 11 вечера для всех желающих. Это предусматривает программа «Школьный двор». Конечно, это дополнительное обязательство на руководителей и охранников школ. Удовольствие во всех смыслах дорогое. И это хорошо видно по уже открытой площадке у ВХТЛ. Данный стадион, согласно цене контракта, у нас обошелся в 15 миллионов 152 тысячи рублей. Строители работают с половины восьмого утра и до девяти вечера. И они словно договорились с бабьим летом. И еще заверяют, ни в коем случае скорость работ не влияет на качество. Резиновая крошка, еще влажная укладка сегодняшняя. Нужно 24 часа, чтобы она высохла как следует. Работа ручная. Работают вот такими специальными валиками. Если погода не подведет, то строители уверяют, что уже через неделю здесь будет поле футбольное с искусственным газоном. С той стороны баскетбольная площадка. За моей спиной тренажеры для воркаута. Татьяна Кременецкая и Павел Игнатьев. Видное ТВ.